ДТП с летальным исходом случилось в четверг вечером на Таганрогской. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель грузового автомобиля не успел среагировать и сбил ее. От травм женщина скончалась на месте до приезда скорой. Октябрь пришел к нам с пакетом нововведений. С повышением зарплат можно поздравить часть бюджетников. Рост окладов небольшой – 3,7%. И все-таки с 1 октября больше будут получать военные, контрактники и срочники, полицейские, таможенники, пожарные, сотрудники уголовно-исполнительной системы и фельдъегерской службы. Следующее нововведение – медицинское. Прививки из национального календаря и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям станут бесплатными и в частных клиниках. Главное, чтобы эта клиника работала в системе обязательного медстрахования. Важная новинка для водителей – вступает в силу новые правила техосмотра. С 1 октября он должен проводиться с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО и указанием на фото координат пункта. К тому же оператор обязан в режиме реального времени вносить сведения в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а диагностические карты, оформленные без реального технического осмотра, будут аннулироваться с штрафом для выдавших их операторов. Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет теперь будут зачисляться только на карту МИР. Это касается ежемесячного пособия для малообеспеченных семей, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Овертайм большинство из защитники принесли хоккейному Ростову победу в Зауралии. Открыл счет Антипов за 4 минуты до первого перерыва. После ошибки соперника подобрал шайбу, бросил во вратаря и сам успешно добил. Второй период прошел для обеих команд в холостую, а третий начался обменом ударами. Один игрок Зауралия протащил шайбу через всю площадку и выдал другому, а у того вышел эффектный бросок в девятку. Но через три минуты наши ответили, получив численное преимущество. Забил защитник Краснов, но не с синей линии, как принято у защитников, а с метра от ворот. Курганцы смогли свести матч в ничью в довольно нелепой ситуации. Наши были уверены, что судьи свистнут проброс, практически остановились, но свистка не было и соперник смог бросить сквозь вратаря. Пришлось играть овертайм, хотя и недолго. Хозяева уже на 34 секунде схватили удаление за подножку. И не прошло и минуты из пяти добавленных, как другой наш защитник Калинин, теперь уже классическим дальним щелчком защитника, сделал победу 3-2. Теперь у Ростова на пути Верхняя Пышма и матч с местным горняком УГМК уже в субботу. Сценической кантатой Кармина Бурана открывает сезон «Концертный оркестр духовых инструментов» имени Еждика. Кармина Бурана – одно из самых загадочных музыкальных произведений 20 века. Без сюжета, на символах. 24 текста на средневеково-латинице взял для нее автор, и это самые разные настроения и темы. Любовная лирика, застольные песни, сатирические студенческие куплеты. Нам способствовала удача, потому что в наше непростое время реализовать такой проект достаточно сложно, потому что занято три хора, один из которых детский, солисты, большой состав оркестра, более 150 участников исполнения этого сочинения. И чтобы все совпало, конечно, без удачи это было бы невыполнимо. Послушать Кармина Бурана можно 3 октября в филармонии.